Самара такого еще не видела. В губернской столице проходит грандиозный футбольный матч. На набережной Волги на мини-футбольном поле встретились две команды с символическими для Самары названиями. Ракета. Потому что Самара, столица космическая, здесь производят ракеты-носители типа «Союз». В свое время собирали первый космический корабль «Восток» и первые космонавты, которые возвращались на землю, первые дни тоже отдыхали в Куйбышеве. Еще одна команда «Ладья» – это еще один из символов мегаполиса. Монументальное сооружение находится на третьей очереди набережной. Грандиозность событий заключается еще и в том, что игра, которая длится 90 минут, сейчас будет длиться 1000 минут. Потому что до старта чемпионата мира по футболу 2018 года в России осталось 1000 дней. Еще одна удивительная деталь встречи будет всего лишь один тайм, а не классических два. То есть перерыв не предусмотрен. Это наоборот классно, потому что ты вышел и сразу должен доказывать, что ты можешь. То есть следующие игроки не должны подвести. То есть не от тебя только зависит, а зависит от людей, которые еще дальше будут продолжать играть. Самому юному игроку 8 лет, ветерану за 40. За 16 с лишним часов мастерство покажут 400 спортсменов. Каким будет счет, пока неизвестно. Но по футбольным меркам, конечно, космическим. Играем в удовольствие. Зачем по счету? Просто играем в удовольствие, без травм, без всего. То есть чисто для удовольствия и для города. Чтобы сделать, наверное, рекорд. Футбольный праздник продолжается в музее Самара Космическая. Почта России гасит марки, посвященные чемпионату. Коллекционных серий будет 4. Они посвящены мировому первенству и футболистам. И главный сюрприз встречи – жители области поздравили космонавты. Сергей Волков, Олег Каноненко и Михаил Корниенко. Прямо с МКС. Самара – один из космических городов России. Стала таким же городом, где состоится матч ренальной серии футбольного праздника. Под всей души поздравляем всех жителей Самары и Самарской области с возможностью оказаться в самом сердце чемпионата. Почувствуйте его энергетику, стать свидетелем напряженной спортивной борьбы. Подготовка к футбольному чемпионату не останавливается ни на один день. Точно по графику строится арена «Космос». Стадии строительства достаточно продвинуты. Мы первыми из новостроящихся стадионов прошли государственную экспертизу. Уже атлет четвертый уровень. Уже становится видно Волгу. С монолитного каракаса. В Самаре ремонтируются дороги, закупается современный общественный транспорт, разрабатываются туристические маршруты. Приводится в порядок фасады зданий. Центральная часть города уже заставлена лесами строительными. В этом году будет завершена реставрация 27 объектов историко-культурного наследия. Еще по 101 объекту в этом году будет разработана научно-проектная документация. То есть мы рассчитываем, что в следующем году масштабы проведения реставрационных работ значительно вырастут. Встречи самарских журналистов с городскими чиновниками продолжаются уже в неформальной обстановке. На матче, где один тайм в одну тысячу минут. Сборная журналистов неуверенно начинает игру. Чего нельзя сказать об организаторах самарского этапа мундиали. Они побеждают со счетом 98-86. Россия принимает чемпионат мира по футболу впервые. Такого доверия в свое время не заслужил даже Советский Союз. Чаще всего по два раза мундиаль принимали у себя Бразилия, Германия, Франция, Италия и Мексика. Первый кубок мира разыграли в Уругвайе в 1930 году. Истафету от России примет Катар. Сергей Кизоркин, Сергей Баскин. События.